Так где идем сейчас? Сейчас идем в одно еще небольшое, но уютненькое, классное заведение. Вы его не увидите, там небольшой вывески нет, красиво, ничего. Что я вам рассказываю? Идем, я покажу. За этот магазин нам, кстати, говорили, что он работает в круглосуточном магазине. Цены тут просто супер. Тут даже с соседних кафешек бегают, покупают продукты постоянно, если что-то не хватает. Так, это мы идем сейчас по сербской, да? Да. Перекресток сербской и брать. Брать и врага танцев. Ага. Так, и дальше? Где? Вот тут смотри сейчас. Где? Можно мимо проскочить, но мы не проскочим. А, и маленькая, аккуратненькая, левеска. 13 втих, да? Да, 13 втих. Пойдем? Пойдем, заходим. Уже пахнет домашненькой едой. Нас отсюда не выгнали. Паня Роксвана нас привітала тут, напоила чайком, дуже смачным. Такие чашечки тоже классные, такие легенькие. Глиня, глиня, глиня. Да, да, да. Ця посуда така хомична, зберігає тепло всі. А трапезный 13 втих, чому оно так називается? Тому что сама кухня, как раз вот есть, и есть с рецептурой монастырів наших. А это очень интересно? Ну, так, достаточно интересно, потому что, ну, мы, взагалі-то, левьяне будем поддерживать по целому свиту. И много левьян ездят в разные страны и пробуют ездить в кухню. А вот самое интересное то, что никогда левьяне не пробовали кухню наших монастырей. У нас уже много львовиков, біля Львова, разных монастырей. И там бунтуются продукты, они, конечно, просто бунтуются элементарно, натуральные продукты, которые имеют свое господарство и свое господарство, мель, мясо, молоко. И вот мы решили попробовать, как был один гаст за тих часах, и попробовали просто, мы побывали в трапезнях монастыря и попробовали. И нам, надзвичайно, сподобалося, что так смачно, и когда мы знали рецепт, нас удивило то, что рецепт очень пустий, и так смачно. И не нужно много продуктов, а смачно, но нужны натуральные продукты. То есть хорошие, хорошие якости, натуральные продукты. И мы решили, чтобы, в первую очередь, наши львы и туристы попробовали, эту кухню, справді, украинскую национальную кухню. Ну и, конечно, как сказать, нас цікавило, все тут на Ющине готуют вареники, и мы сами пробовали разные вареники, но у нас столько смачно вареники в монастыря, и мы выяснили, как они уже делают вареники. Они поделились, и, видно, это достаточно рецепт, который, возможно, даже наши львовские женщины не знают, как правильно приготовить вареники. Какие смачно готовы? Да. И у нас даже есть молодцы, которые приходят, и они могут просто приготовить вареники, потому что в каждой хате готовятся вареники. Они говорят, у вас такие вареники никто так не готовит. Я говорю, какой еще секрет этих вареник? Классно. А секрет в чом? В тесте, или в середине вареника секрет находится? Вы видите, секрет находится и в середине, и в тесте. Чтобы вареник был качественным, значит, продукция должна быть хорошая и качественная. Домашний сир, домашняя картофеля и, звичайно, тесто, специально приготовленное тесто за старовинным рецептом. И я вам там покушать эти вареники, потому что варить это одно. Да. До речи, ты же скажешь так, что мы замолвили вареники, независимо. Мы замолвили реберча в медовом соусе, так ли? Да. Ребро в меди. Ребро в меди. То есть, правда, рецепт 18-го столеття. Вот ребро готуется очень интересно. И мы так вышли, чтобы попробовать себе тот рецепт. И, вы знаете, наши люди очень удивлены, что очень вкусно. И все смотрят за ребро. Они думают, что это как-то просто кисточка, совсем не мягкое мясо. И когда они видят, что это шмак мяса, который просто танет в роте. То есть, смак неповторный. И, как говорят люди, даже не только что из Львова подобается, особенно наша кухня. Но есть люди, которые приезжают из Лондона и заходят еще в наш ресторан. Хотя, скажем, побывали тут в всех ресторанах и попробовали. И заходят. И вот им очень нравится везти в ребро, вареники и наш украинский борщ. Пришлось чуть-чуть тормознуться. Я слюнями тут утерся. Передать, как пахнет с кухни, камера просто не может. Да, вареники, ребра с медом, борщ. Тут аромат сумасшедший. Сейчас дождемся, потому что мы будем клямкать на всю камеру. Чтобы сынов тоже завидовали. Что еще есть, кроме ребер и вареников? Ну, рецептура апраинской кухни очень интересная. Тобто, есть деруны, есть баныш наш. Понимаете? Баныш у вас какой? Обычно каша пшеничная, как во многих кафешках делают? Баныш с кукурузной кашей, но специально должен быть размер каши. А, даже размер каши. Размер каши. Не крупные. Дребничие зернинки должны быть. И она еще очень интересно готуется. И позже додается еще два вида сыра. Додается бринза. Два вида сыра. Да, два вида сыра додается. Додается бринза. Додается наш коровичий сыр. Тут такая просто специальная структура. Дуже смачная. И додается еще шматки мяса. И именно не сало, а мясо. Шкварки такие додаются. Такая рецептура, которая должна быть. В общем, монахи любили себя, по-моему, и ничего себе не отказывали. Ну, я вам хочу сказать, что в многих монастырях есть такие, что не едят мясо. Есть некоторые монастыри, которые в определенный момент не позволяют ести мясо. Да, вообще не едят. Есть позволено ести мясо. И в связи с тем, что все равно в монастырях есть пест, когда не едят. То, конечно, когда начинается возможность ести и что-то вкусное, то они готовят настолько вкусно, что это действительно есть втиха. Втиха в том, что ты кушаешь настолько вкусно еду, что ты получаешь втиху от того, что ты в действии пробуешь. Не питание, а именно наслаждение. Да, властиво то не есть, чтобы ты ест, а чтобы ты получил на солоду. Тому называется втиха. Втиха от того, что ты тут посидел, отримал задоволение, от той ежи. Тому есть 13 рецептов наших, в разных монастырях. Многие люди спрашиваются, как вы делаете эти деруны. Это не такие деруны, как мы делаем. Почему они такие вкусные? Назвичайно вкусные вареники. Как вы это делаете? Все хотят знать рецептуру этих вареников. Я думаю, вы в каждый вкладываете кусочек души, поэтому... И вам хочу сказать, что, возможно, есть еще секрет в том, что когда вы делаете очень большую культуру ежи, она не может быть качественной. И, конечно, у нас, как бы, вы видите, то есть минимальная трапезная. То есть, правда, есть минимальная трапезная. И мы готовим, конечно, небольшую культуру. Тут не много столиков. Ну, пока я смотрю, сколько? Четыре столика. Да, но стараемся, чтобы ежи были настолько качественной и настолько правильно приготовленной в действительности по тех рецептам. Ну, здесь себя как на кухне, вот ты себя на кухне чувствуешь. Да, и мы берем все продукты, то есть наши продукты, мы берем и из наших монастыр, и мы берем их от заготовников специально. Ну, упорно на экопродукты, потому что у нас все здоровое пищо. И, конечно, это с медомогонка. Позже она настояется на специальных травах, которые принимают иммунитет. И вот ее пьют как лекарство. Самогонка – настоянка, да? Да. Настойка на травах. Так. Воно надзвичайно смачно. Усих вольвуй, самогонка, там запах и тому подобное. Но это очень интересная рецептура. Воно в добовых бочках сохраняется. И очень вкусно. А вы тоже из монастыриберите? Ну, у нас просто есть человек, которая этим занимается. И то все делает по этому рецепту. И мы даем возможность попробовать, покушать. Паузу можно? Я слюнки сейчас еще раз утру, пожалуйста. Так, давай, утирай салфетку. Тут начали нам приносить борщики, ребрышки. В мисочке ты такой кайфовый. Загляни ко мне в мисочку. Борщ. Свинявчик взял себе, да? О! Звоняй-то. А ребрышки-то видел какие? Смотри, какая красота. Супер роли, супер роли. Просто. Ну, запах. Ну, тут ребрышки, конечно, тут ребрышек, тут, по-моему, кусок мяса. Походится. Ребрышки-то откопай сокровища. Это фурнитура. Ой-ой-ой. А что это такое? Это как кукурузская зима. Закрылась. А то что такое? Знаменитая медовая витаминная настойка, да? Дайте, 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 дайте. Понюхаю чуть-чуть. Аааа. Весьмешай пляж. Супер, да? Таким вот, да? Ого, так вот. Ого. Так. И так. Ну, шо? Это самое лучшее. Будем плямкать. Так, сейчас, подожди. Перед плямканием хотелось бы узнать цены, цены, высокие цены или демократичные цены? Ну, это очень демократичные цены, хорошие цены для центра города. И, честно сказать, что в связи с названием и для того, чтобы попробовали люди, мы делаем так, чтобы людям было и смачно, и нормальное. И не удалило. Ну, я бы так сказал, цены ближе до кафе, чем до ресторана, да? Да, конечно. То есть кафе, смешать до кафе, потому что, ну, никогда, как бы сказать, монахи не зарубляли. Ну, смотри, мы не шоу. Мы всегда старались, чтобы людей намазувати, чтобы мы отримали задумки. Там, куда ты? Печень, моленики. Нет, дякую. Печень, печень. А, еще мы видели, что выносят, ну, пока мы сидели в перерывах, пока я слюни вытирал, там, которая у меня каполь, что выносят постоянно с какими-то подносиками входят. Я так понял, что у вас своя кулинария в магазине, да? Если мы тут не находимся, то мы должны взять с собой. Да. Нам просто дуже би хотелося, чтобы люди, которые в магазине тут у нас, чтобы отримали свежую, хорошую продукцию, как бы, из стола. И мы постоянно, напротив целого дня, подаем готовую продукцию, много раз в наш заклад, магазин, где наши ливяне и гости купуют с великим задоволением. И хотя навколо есть много закладов, есть много магазинов, допустим, арсен, для продающих готовую продукцию, но в нас люди попробовали, что это действительно домашнее, хорошая, натуральная. Ну попробуй хоть больше, а то скажут, а в кадр занесли, там потом вообще унесут. Возьмите внимание на кольор борща. Возьмите внимание на кольор борща. Да. Ну что, делаем перерыв на небольшой обед, потому что можно, конечно... Да, но нужно будет встать холодно и попробуйте, искали свои без зимы. Понимаете, конечно, только у беды нам выкуштовала и отримала. Ну пока тут... Только дорогу сюда. Очень доели. Миска огромная просто. Я пытаюсь найти ребрышка, но его нет. Мерс. Костей нет, да? Нас обманули. Костей нет. Где кости? Когда мы с тобой заказывали ребрышки, тоже там в медовом соусе, так и принесли. Такие палочки. Сладенькие. Сахарные, нет? Стики такие, да? Да, мы их погрузили и бросили все остальное. Ну что, есть так нечего. Даже и намека не было на мясо. Ты тут как-то совсем по-другому. Ты что, нашла? Нашла ребра? Нет ребра, нет. Можешь залянуть, смотри. Мяса нет. Вернее, мяса нет. Мяса есть, костей нет. Так, мы возмущены. Нам обещали ребра. Не ребра, одно мясо. Но это же монастырские рецепты, поэтому... А, ну да. Маленькие, маленькие. Маленькие, маленькие. Пробуем. Барабанная дробь. Ну. Мягенькая, мягенькая. Мягенькая. Ну что, выгоняем тебя. Переселяюсь в кафе. Похоже да. Женишь на поваре этого заведения. Ты посмотри как подают. Можно было бы. Можно, да. Подвоем так и перешать будем. Ну еще кусочек. Давай, давай. Пробуем. Давай нажмем вон. Все было очень доброе. Спасибо вам. Дальше. Побегла модель. Дякую вам. До встречи. До встречи. Капец. Реально домашняя кухня. Просто сидишь и кайфуешь над каждым кусочком. Ой. Атмосфера. Ладно, тут прохладненько. Пойдем. Оставай. Пойдем. Редактор субтитров. Субтитров. Продолжение следует.